Друзья, всем привет и добро пожаловать к нам на канал. Меня зовут Данила Белоконь, передача Автоньюз. Это поколение Kia Seed вступило в производство в 2018 году, а это значит то, что пришло время для фейслифта. Итак, летом 2021 года появляется обновленная фейслифтед-версия Kia Seed, с которым мы и познакомимся в этом выпуске. Свою популярность Kia Seed обрела благодаря широкому спектру кузовов. У нас их целых четыре штуки. Hatchback – это наша модель, Universal – модель Pro Seed с так называемым Shooting Brake кузовом и Exit, который, по сути, просто имеет чуть большие размеры и другие элементы дизайна. Какие же изменения нас ждут в фейслифтед-версии? Здесь у нас новые светодиодные огни, противотуманные фары. Измением также подверглась вся передняя часть, новый бампер, логотип и так называемый тигриный нос, от которого впоследствии Kia отказывается. В GT-Line версии, которая является самой лучшей комплектацией, у нас будет совершенно другой дизайн LED-овских огней, и сам бампер у нас вырастет. По бокам к нему добавятся искусственные воздухособорники. Если мы пройдем целым по автомобилю, у нас добавляются различные цвета, новый дизайн колес. И если вы обратите внимание на заднюю часть автомобиля, здесь у нас тоже, конечно, будут светодиодные огни. Они более простые, чем в GT-Line версии, которые вы можете увидеть здесь. Сам багажник у нас 395 литров. Если опустить все сиденья, у нас получится аж 1300 литров, что впечатляет для такого класса автомобиля. Не каждый может похвастаться такими размерами. Но, как вы можете видеть, ничего особенного здесь нет. Довольно все просто. По бокам добавлены такие крючки, и есть еще 12-вольтный разъем. Никаких кнопок закрытия багажника у нас нет, однако есть такая вот камера заднего вида. Если коротко о двигателях, то в Латвии у нас два бензиновых движка и один дизельный. В этой модели у нас стоит полтора литровый бензиновый движок, который выдает 160 лошадиных сил. Подключен к 7-ступенчатой коробке передач с двойным сцеплением. Если же вы рассматриваете более дешевый вариант, то вам подойдет бензиновый литровый движок 100 лошадиных сил и 6-ступенчатая мануальная коробка передач. Касаемо дизельной версии, у нас есть 1,6 литров, 136 лошадиных сил с Майл Хайбрид системы. Вы можете выбрать автоматическую коробку передач, можете выбрать ручную. Также похоже на то, что на других рынках вы сможете встретить плагин Хайбрид версию. Добро пожаловать в салон автомобиля. Я напоминаю то, что у нас не самая высокая комплектация, поэтому ждать чего-то сверхъестественного не стоит. Здесь у нас центральная аналоговая панель с таким небольшим экранчиком посередине. Конечно, в более высоких комплектациях у нас будет цифровая панель. Идем дальше. Здесь у нас старый добрый аналоговый ключ. Ну и конечно, руль у нас тоже подвергся изменениям. Здесь у нас обновленный дизайн. И несмотря на то, что это не самая лучшая комплектация, но все равно здесь есть различные ассисты. Есть датчик усталости, есть лайн ассисты, есть автоматическое руление. Совершенно обычные тряпичные сидения. В других комплектациях есть возможность поставить кожу. Регулировка у нас также механическая, однако у нас есть обогрев сидений. Также обратите внимание, есть обогрев руля. Мультимедиа у нас на выбор 8 и 10 дюймов. У нас здесь с вами маленькая версия. Сам экран у нас полностью сенсорный. Чувствительность прикосновения у нас хорошая и качественная. Есть возможность дистанционно подключить ваши смартфоны. Также здесь есть встроенное программное обеспечение от Kia, Kia Connect, которое позволит вам также с телефонов наблюдать состояние вашего автомобиля. Ниже у нас аналоговая панель климат-контроля. Ничего особенного нет. Единственное, вот интересно, дизайнерское решение. Дисплеи прямо на барабанщиках стоят. Ниже же у нас будет два разъема USB и еще 12-вольтный разъем. В более продвинутой комплектации у нас будет еще беспроводная зарядка. Сзади у нас с вами нет ничего, от слова совсем. Подлокотника у нас нету, своей климат-контроль системы нет. Регуляции сидений тоже нет. Понятное дело в том, что в улучшенной версии у нас это все компенсируется и также еще добавляется подогрев сидений. Ну а тут с вами можем только наслаждаться видом открытого окна. Ну что, предлагаю с вами отправиться немножко помучить нашего небольшого монстра. Начнем по порядку. И выйдем сейчас на трассу и начнем тогда с разгона. Разгон у нас 8,6 секунды до сотни. Так что посмотрим. Так, газ пол. Поехали. Ну поток мы с вами догнали. Кстати, сразу можете обратить внимание, у нас сработал сенсор, датчик безопасности, потому что впереди был автомобиль. По бокам у нас есть лепестки. Совершенно они здесь не нужны. Я поставил на третью передачу, автомобиль просто разрывается. Но если кого-то надо сильно обогнать в потоке, может быть, можно побаловаться этими лепестками. У нас здесь есть несколько режимов езды. Есть возможность включить спортивный режим. У нас только две функции. Нормальный и спортивный. Давайте попробуем на спортивном режиме. Может быть, у нас что-то интересного здесь поменяется. Ну, и просто у нас обороты повыше играют. Да, кстати, расход у нее хороший. У нас здесь расход 5,6 литров на 100. Ну и само руление у нас острое и жесткое. Вот у нас есть возможность проверить автомобиль. Довольно резкий поворот. Ну, на удивление, он хорошо себя ведет. Хорошее сцепление с дорогой и хорошая здесь поворачиваемость. За это можно ставить плюс. Потому что есть автомобили, которые на поворотах у нас просаживаются. Здесь у нас четкое острое движение. Хорошо. Еще интересный момент был, когда впереди стоящий автомобиль двинулся, у нас сработал датчик. И у нас предупредил то, что движение у нас потока началось. Это хороший момент. В общем и целом, подводя итоги, автомобиль у нас достаточно простой. Но у нас и цена соответствующая. Она достаточно хорошая относительно этого класса. Киа нас порадовала обновленным дизайном. И у нас есть на выбор 4 различных кузова. Так что вы можете найти свою Киа Сид по вкусу. Ну а на этом у нас все. С вами был Данил Белоконь. Передача Автоньюз. Надеюсь, еще с вами увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok